7 мая как раз была и в Степном, и на территории Старожилова, когда все горело, это очень страшно. Вот первый раз я почувствовала, почему люди погибают, да, порой в огне, потому что, ну, такая стихия, вот в своей жизни я видела первый раз, хотя все время на территории района. И потом, когда закон принимали, были разные предложения, то есть вот ложить, не торопиться, там учесть все какие-то нюансы, но просто вот моя была точка зрения, я видела людей, которые вот ждали, и просто 7 мая с людьми невозможно было разговаривать, потому что, ну, наверное, каждый может себе представить на месте людей, которые в одну минуту лишились всего, то, что они всю жизнь наживали, да, то, что они привыкли к своему вот укладу, и все этого нет, это, наверное, подойти было к людям невозможно. Ну, когда вот уже с утра, вот 8 мая, хорошо помню, уже губернатор выступил, главы стали вот доводить, в том числе и в Назаровском уровне, что вот эти будут меры, вот эти, и потом был вот в очень вот таком порядке, быстром разработан законопроект, то, конечно, моя точка зрения была, его надо принимать. Закон всегда можно доработать, нести поправки, но не принимать было невозможно, чтобы хотя бы люди успокоились, да, и понимали, что они не брошены сегодня, и что вот это вот будет поддержка, это же не компенсация была, это именно была вот социальная там выплата, либо строительство нового жилета, была поддержка. И более того, хочу сказать, что вот на сессии, которая состоялась в четверг, действие закона продлено, потому что было озвучено, что 43 семьи сегодня еще не получили, потому что находятся сегодня дела в судах, потому что люди доказывают свою, как бы, собственность, либо есть другие варианты, потому что действие закона продлено, и вот, я думаю, в дальнейшем все-таки все будет доведено до логического конца, чтобы все были люди, ну, получили ту необходимую поддержку и помощь.